Уважаемые дамы и господа, мы провели очень хорошие переговоры с моим гвинейским коллегой Франсуа Фалем. В Москве высоко ценят традиционные дружественные связи с Гвинейской Республикой. В этом году дипломатическим отношением между нашими странами исполняется 55 лет. Это солидный возраст и этот период отмечен очень неплохими результатами. Но наше общее мнение, наша общая позиция заключается в том, что нужно делать больше, прежде всего в углублении нашего торгово-экономического сотрудничества. Мы удовлетворены тем, что буквально на днях состоялось заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Заседание весьма продуктивное. Были приняты конкретные решения об активизации нашей работы и по подготовке целого ряда важных межправительственных соглашений, включая соглашения о защите и поощрении взаимных инвестиций. И также были обсуждены сугубо конкретные проекты, которые являются предметом заинтересованности деловых кругов России и Гвинейской республики. Речь идет и о проектах в сфере энергетики, горнодобывающем секторе, рыболовстве, сельском хозяйстве. Обсуждали мы также наше сотрудничество в сфере образования и науки. У нас есть общее взаимопонимание в вопросах обеспечения максимально благоприятных условий для деятельности бизнеса, включая, конечно же, деятельности российского бизнеса в Гвинеи. Мы поощряем прямые контакты между деловыми кругами двух стран и контакты по линии торгово-промышленных палат. Наше гуманитарное сотрудничество также развивается весьма неплохо. Число гвинейских студентов, которые обучаются в России, возрастает. И уже с ближайшего учебного года ежегодно будет предоставляться 50 государственных стипендий для Гвинейской республики. Хорошие традиции у нас в сфере военно-технического сотрудничества, в сфере подготовки кадров в высших учебных заведениях Министерства обороны России и Министерства внутренних дел России для гвинейской армии и полиции. Все эти формы нашего взаимодействия будут продолжаться. Конечно же, мы обсуждали и региональную проблематику, в частности, ситуацию в Мали, Гвинее и Бесау, Центрально-Африканской республике, Демократической республике Конго. По всем этим конфликтам нам очень важно знать оценки, которые имеет Гвинейская республика, для того, чтобы мы могли более конкретно определяться и с нашей позицией. А в целом, позиция наша всегда основывается на необходимости обеспечивать поддержку африканским решениям тех проблем, которые на Черном континенте возникают. Мы удовлетворены взаимодействием наших делегаций в Организации Объединенных Наций на других площадках и убежден, что наша сегодняшняя встреча послужит дальнейшей координацией деятельности внешнеполитических ведомств. Мы договорились ежегодно проводить такие расширенные, всеобъемлющие межмидовские консультации. Я признателен моему коллеге за очень содержательный предметный разговор и передаю ему слово. Большое спасибо. Мы сегодня приехали в Москву, чтобы подтвердить желание Гвиней продолжать развивать расстояние между нашими странами, а Российская Федерация – исторический партнер Гвиней. И уже 55 лет подряд мы поддерживаем очень значительное по уровню сотрудничества во всех областях и хотели бы, чтобы Россия стала привилегированным партнером Гвиней. Мы уже проводили переговоры с моим другом Сергеем Лавровым, и я с большим удовольствием снова встретился с ним сегодня. Он уже приезжал на кризис, и мы очень плодотворно побеседовали. Также он смог встретиться с президентом Альфа-Канде, с которым обсудил важнейшие проблемы и вопросы сотрудничества между Российской Федерацией и Гвиней. И сейчас мы приехали сюда, чтобы расшириться и углубить эти сотрудничества и вопросы в самых разных областях, которые мой коллега перечислил. Я думаю, что у нас реальный потенциал наращивая отношения в разных самых областях, в области обороны, образования и недропользования. Мне мы хотели бы поблагодарить Российскую Федерацию за все усилия, которые предлагаются ей для подготовки различных специалистов из Гвиней с момента обретения нашей страны независимости. В различных регионах Африки, Гвиней и Писань, у Центральной Африки и ДРК происходят различные события, которые мы обсудили с коллегой. И думаю, что по вопросу двусторонних консультаций, которые мы будем развивать между нашими странами, которые неформальным образом всегда существовали и проводились. Мы уже не первый раз, кстати, встречаемся с коллегой, когда-то работали вместе в ООН, встречались там в ходе заседаний и обсуждали целую серию вопросов, всегда совпадая в точках зрения, в том числе иракские вопросы. И я еще раз хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы сказать, что очень рад приехать сюда, готов сделать все возможное, чтобы развивать наши отношения. И думаю, что дела идут неплохо. И надеюсь, в самые ближайшие месяцы у нас будет новый этап развития наших сотруднических партнерских отношений. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Мородство и Тартас, пожалуйста, первое. Добрый день. У меня вопрос к гвинейскому министру. Скажите, пожалуйста, как вы видите роль своей страны в урегулировании конфликтов на африканском континенте? И на каких направлениях вы намерены активизировать свои усилия? Спасибо. Гвинея всегда играла очень важную роль в урегулировании конфликтов в Африке. С самого момента независимости, начиная с Конга, и сейчас мы являемся членами Совета мира и безопасности Африканского Союза. И в рамках этой организации, которая занимается всеми вопросами мира и безопасности в Африке, мы всегда играли важную роль. На уровне ЭКОВАС и другой субрегиональной организации есть также Совет мира и безопасности, и Гвинея также была назначена членами ЭКОВАС посредником в кризисе в республике Гвинея-Бессау. И вместе с другими государственными членами нашего субрегиона мы работаем над возвращением стабильности в этой стране. В Мали мы также работаем. Сейчас приехал из Бамаку, я принимал участие в встрече группы друзей Мали. Мы направили в эту страну 250 наших военных, в международный африканский контингент. Мы работаем со всеми нашими африканскими партнерами для возвращения мира и безопасности на наш континент. То есть с самой нашей независимости у нас очень панафриканское видение этой проблемы, и мы надеемся, что будем продолжать наши усилия. Спасибо. 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 Сергей Викторович, публично американцам постоянно говорят о необходимости политического диалога в решении сирийской проблематики. Но на деле почему-то получается все наоборот, тем более недавно они отправили 200 военнослужащих в Ярдане. С другой стороны, сегодня в Лексенбурге стран Евросоюза собираются облегчать эмбарго на поставки оружия сирийской оппозиции и о возможности закупки сирийской нефти у подстанцев, у сирийских подстанцев. Как можете это все прокомментировать? Спасибо. Когда слова расходятся с делами, это всегда плохо. Тем более, когда речь идет о ситуации, связанной с кровопролитным конфликтом. Мы свое слово держим. И когда 30 июня прошлого года в Женеве была достигнута договоренность о необходимости воздействовать на все стороны конфликта, с тем, чтобы они прекратили насилие с обеих сторон и сели за стол переговоров для определения сроков и параметров переходного периода, мы с тех пор от этой договоренности ни на шаг не отступали. Напротив, во всех наших контактах и со всеми, без исключения, сирийскими сторонами, включая и правительство, и все оппозиционные группы, а также в наших контактах со странами региона, с европейцами, с американцами, всегда добиваемся, ищем путей перехода к практической реализации Женевского коммуника. Я рассчитываю, что все-таки такое понимание, оно укрепляется. К сожалению, есть немало желающих подорвать вот эту тенденцию. Но когда я разговаривал позавчера по телефону с Джоном Керри, я почувствовал у него подтверждение настроя, проявившегося и в ходе наших предыдущих контактов, настроя на то, чтобы искать как можно скорее политические развязки, искать пути перевода этой ситуации в русло переговоров между правительством и оппозицией. Конечно, надо понимать, кто представляет оппозицию, потому что, конечно, коалиция, которую создали в конце прошлого года в ДОХе, это только часть оппозиционеров, и нужно здесь какую-то ясность внести. Это была та задача, которую наши западные партнеры в сотрудничестве с отдельными странами региона взялись выполнить и свести воедино все оппозиционные группы на платформе готовности к диалогу в соответствии с Женевским коммунике. Пока здесь движения явно недостаточные. Но с Джоном Керри, повторяю, мы имели очень хорошие беседы. И позавчера, в субботу, во время телефонного разговора, договорились встретиться завтра в Брюсселе на полях Совета России и НАТО, где обсудить, что мы, Россия и США, можем сделать для того, чтобы все-таки побудить тех, кто пока сомневается, то есть сопротивляется мирному процессу, все-таки изменить позицию и встать на путь выполнения женевских договоренностей. Но что касается эмбарго, на который Евросоюз объявил на поставки оружия сирийской оппозиции, то его и объявлять не надо было, потому что это запрещено международным правом. И его публичное снятие этого эмбарго, если до этого дойдет дело, говорю, если, потому что в Евросоюзе есть немало здравомыслящих государств, которые высказывают серьезные опасения по поводу этого шага, но если до этого дело дойдет, то никуда не денутся международные обязательства стран Евросоюза, которые запрещают поставки вооружений, оружия, боеприпасов в руки негосударственных субъектов. – Спасибо. Есть возможность задать еще один вопрос. Агентство «Рейтер», пожалуйста. – Добрый день. Агентство «Рейтер» Алексея Неччук, Сергей Викторович, если позволите еще раз вернуться к бостонской трагедии. Вот появлялась в американских СМИ информация со ссылкой на представителей ФБР, что они получали в 2011 году от российских спецслужб некий запрос на допрос старшего брата Царнаева. Вот скажите, считаете ли вы, что американская сторона все-таки недостаточно серьезно отнеслась к этому предложению, российская сторона недостаточно серьезно провела расследование? И, может быть, были ли какие-то со стороны Царнаева, когда он посещал Россию, подозрительные действия, которые насторожили Россию в 2012 году? Спасибо. – Я исхожу из того, что этот вопрос не находится в компетенции Министерства иностранных дел. Скажу лишь, что источники в американских и в российских спецслужбах уже сделали соответствующие комментарии на сей счет, и мне по данному конкретному эпизоду добавить нечего. Подчеркнулись, что во время телефонного разговора недавнего между президентом Путиным и президентом Обамой лидеры России и США подтвердили свою заинтересованность углублять координацию по линии специальных служб. – Спасибо. – Спасибо. – Субтитры создавал DimaTorzok – Субтитры создавал DimaTorzok